Международная конференция конкурса Международная конференция конкурса Сегодня участники читают свои доклады устно для экспертов Я надеюсь, что на конференции вы все научитесь чему-то у друг друга И в будущем продолжите заниматься наукой Наконец я желаю вам всем удачи Официальное открытие Международной школьной конференции уже начинается После участники уже представят свои работы экспертам Я принимаю участие в гументарной секции Так как я всю свою жизнь была заинтересована по гументарным, особенно в лингвистике И я очень хочу принести свой вклад в развитие социолингвистики и психолингвистики Я принимаю участие в секции физика, потому что я решил связать свою жизнь с физикой и точной наукой Мой проект связан с изучением английского языка с помощью создания технологического проекта Настрой у нас, конечно, занять какое-нибудь призовое место, ну и просто поучаствовать Первый день подошел к концу Участники успешно представили свои работы экспертной комиссии А с вами мы встретимся уже завтра на постерной сессии Участники по направлению планирования космических миссий Выехали на экскурсию в Иститут космофизических исследований Сибирского отделения Академии наук Где им провели лекции по различным темам, в том числе измерения радиации в космосе Мне, в принципе, интересна физика в различные ее разделы И, в частности, и этот Плюс в данном направлении мне, скажем так, не доводилось как-то заниматься, работать Ну, скажем так, целенаправленно, долго Поэтому решил попробовать Вообще, я больше математик, чем физик Но меня безумно привлекает вся космическая индустрия Я уже начинаю задумываться над тем, чтобы действительно стать практическим физиком И посвятить себя полностью этой теме Я выбрал это, потому что мне хочется познать не только наш маленький мирок Земли Но и больше вверх и вбук Нам рассказали о методах исследования, о которых непосредственно как это делалось И, в принципе, я этого до данной поездки не знал Поэтому это было что-то новое и полезное А вообще, вся экскурсия была очень интересная Ее вообще можно было поделить на две части В первой нам рассказывали про различные типы излучения И как они реагируют в верхних слоях атмосферы И как мы видим их с Земли А во второй части нам рассказывали про сооружения, которые ставились на ракеты для измерения радиации в том числе В этом направлении мы занимаемся, как уже понятно из названия, планированием космических миссий В том числе и расчетами всех сопровождающих факторов В том числе и поглощенной дозой радиации при полетах Массой, в том числе и массой топлива, которую необходимо взять Потому что от массы топлива тоже зависит полет Ну и других факторов, которые я могу перечислять очень долго Мы будем сравнивать несколько космических аппаратов Дозы, которые мы будем получать внутри этих аппаратов Если полетим, например, к Луне Или будем находиться около Земли В первую очередь такая информация необходима при планировании космических миссий Которая связана с людьми, но также она важна и при планировании миссий спутников связи И других любых исследовательских спутников тоже В планах также просить наземную станцию регистрации космических лучей для их подробного изучения Эта поездка нам даст представление о том, насколько близко на самом деле космос к нам И то, что мы можем заниматься космическими исследованиями, даже не поднимаясь в космос, а наблюдая радиацию даже с Земли Актуальность нашего направления в общем, естественно, связана с тем, что становится все больше спутников И требуется обеспечивать их бесперебойную работу, в том числе для связи, для спутникового телевидения Ну и, конечно, для того, чтобы космонавты были в безопасности, работая в космосе Участники технического направления уже начали выступать с искусственным докладом по своим проектам Представление научных работ идет с онлайн-трансляцией для онлайн-выступающих и экспертов Предлагаем заглянуть и посмотреть процесс работы В первой секции ребята выступают по направлению математика, компьютерной науки и информационной технологии 22 участника защищают свои работы очно, остальные будут выступать дистанционно Всего ребята представят 15 проектов Главная особенность моего проекта состоит в том, что мы вместе с моим братом самостоятельно сделали компьютерную игру То есть самостоятельно нарисовали все рисунки и самостоятельно все спрограммировали Главной особенностью моего проекта является то, что я своими силами создала информационный портал, сайт о палеонтологии в Якутии За этой дверью идет выступление уже второй секции, где работают ребята по направлению физика, астрономии и технические науки Всего будет представлено 18 проектов, 26 участников выступят очно Остальные также берут участие в дистанционном формате Мой проект называется «Вивлет. Обработка изображений для количественного анализа» И получается, в проекте мы получили сами наночастицы серебра с помощью бор-гидридного метода Затем получили их изображение с помощью сканирования электронного микроскопа Главной особенностью моего проекта является его многофункциональность У него есть основная функция – это автономная доставка груза То есть сам делает карту и доставляет Интересно, как же дела у участников третьей и четвертой сессии? Об этом уже расскажет корреспондент Аина Привет, я Маша Попова из Москвы Учите биологию, чтобы не опозориться В конце третьего класса моя мама отвела меня на станцию юнхутералистов Мне там очень понравилось Я начала там заниматься зоопсихологией, но в итоге мы занимались зоологией Мое самое большое достижение – это то, что я выучила крыс играть в баскетбол С применением техники собаки Павло Я выбрала крыс, потому что они наиболее вагоразумные животные, которые поддаются дрессировке Эту идею мне дал мой научный руководитель с пиостанции, станции ЮНАТОВ И мне она понравилась, я решила ее использовать Я бы хотела открыть лекарство от рака В аптекарском огороде в Москве есть 200-летний дуб Когда мы там были с моей мамой, мы решили взять желудь И так как мы взяли желудь, мы увидели, что он был с росточком И мы этот желудь решили закопать в горшок Через два месяца у нас вырос маленький-маленький дубик Мы его высадили Я считаю, что каждый человек должен хотя бы один раз в жизни провести химический эксперимент Сегодня мы познакомим вас с последним направлением Якутской исследовательской школы В направлении насекомые и наши друзья дети сравнивают чистые озера с грязными Все без остатка с ярым интересом принимают участие в исследовании К тому же участник 3 июля со своим тютером выезжали на дальнее озеро Детям очень нравится проводить эксперименты и узнавать новое для себя Наше направление связано с экологией, именно с академической экологией Это определение уровня, насколько сильно человек влияет на водоемы Вот эту работу, которую мы ведем, уже многолетний мониторинг Потому что мы не первый раз берем эти озера И мы смотрим динамику, как ухудшается или улучшается качество данного водоема И мы надеемся продолжать работу и в следующих годах, потому что это очень важно Мы уже много видели о жизни участников интеллектуальных игр Но что же мы знаем о жизни вожатых, бойцах невидимого фронта, который помогает нам ежедневно? Предлагаю узнать это вместе Распорядок дня вожатого в международных интеллектуальных игр следующий Они просыпаются рано утром в 6, чтобы успеть разбудить детей к завтраку Далее, они занимаются организационными моментами всего мероприятия Попутно следя за графиком подопечным В это же время необходимо проводить досок для подопечных и всегда быть на чеку День вожатого расписан по минутам Вожатый это тот человек, который в первую очередь должен быть с детьми И под быть с детьми, тоже еще раз отметим, подразумевается абсолютно все Это еще раз контакт, это общение, это развлекаловка и обучение, воспитание в том числе Дети интеллектуальных игр начитанные и умные И чтобы проверить их кругозор, предлагаю спросить их об известных ученых Правила игры следующие Мы показываем детям портреты самих ученых и они должны угадать Но есть один подвох, среди ученых мы включили известного детского писателя Самуила Маршака Погнали! Заверополис Вроде это Галилео Галилей Чимин Дарвин или кто? Дарвин Галилео Галилей Чунгачак Я не знаю Не знаю, простите Леня, я знаю его, он сосед мой Самуил Маршак, определенный Контейнер Это вроде, как там? Как же, Шерлок Холмс, вот Это Никола Тесла Никола Тесла 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 Вроде Похож на Пифаго, Архимеда На Джейсона Стетхолм похож, в принципе Мне напоминает, да Это Архимед Архимед, наверное Я не знаю, кто это, но это явно что-то с древнего Глима или Греции Не, не скажу Это вроде Чарльз Дарвин Это Лев Толстой, нет? Чарльз Дарвин Кто это, Дарвин, скорее? Нет, я не знаю, кто это Лев Толстой Как мы видим, весьма большое количество ребят знает этих ученых Может быть, в недалеком будущем они пополнят ряды этих известных ученых На этом наш выпуск подошел к концу Следите за обновлениями игр и оставайтесь в курсе всех событий Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»